Вот сейчас мы находимся на улице Сатурнавская, где работу выполнял Анин в 2018 году. Естественно, гарантированное обязательство каждой дороге 5 лет. И если какие-то замечания имеют место быть, то организация, которая выполнила работу, будет выполнять 5 лет не стала. Вот по этой дороге, получается, вот эти все заплатки, которые есть, это у нас... Да, да, да. То сейчас, которое мы видим в заплатке, это уже Анин выполнила работу. В каком году? В этом году. В этом году. То есть можем признать, что дорога стоит максимум 4 года, потом начинает разваливаться. Правильно? Да нет, имело место вот кусками, где-то... вернее, участник неправильно выражался. Даже после первого года у Туанина, вот мы сейчас пойдем по-медицинской, по-моему, после выполнения... Но там проблемы. В следующий год уже проблема возникла. То есть не все дороги, но имеет место, какая-то часть дороги, видимо, вода или что, или уклон не создан. Выходит из строя. Но тем самым-то мы на улице медицинской сейчас пройдем-то. В 19-м году пришлось участник дороги прямо снять верхний слой, два слоя, и сделать по-новому. Так что гарантии в чем? Чтобы полностью переделывали, если брак вылазит там на следующий год, через год? Или только за то, чтобы они эти пять лет за свой счет полотали? Все зависит от дефекта покрытия. Если мы видим о том, что все шелушилось, пришло там неприкосность, однозначно мы просим, чтобы полностью... Ну, наверное, я не буду идти вперед. Мы на Комарово остановимся, будем проезжать. Там принято решение полностью здесь, потому что там дефектных участков очень много, и создалась колейность, и тем самым-то дорога требует снятия полностью, восстановления полностью. А, Степаныч, по-честному Комарову не то, что решение принято, вы так обтекаемо говорите, там решение выдавлено из администрации, если так-то уж по-честному. И вначале даже, когда мы собирались, вот и Сан Саныч Лисин был, и вот Саратов приезжал, как его звали, я забыл? Андронов, да. То есть проверяли, и тогда просто общественники говорили, что дорога... Я не спорю, что там, скорее всего, проблема не только подрядчики. Вы там сдали техзадание, 5 сантиметров, приколейность там в 15. Обоюдная вина, как бы, и администрации, те, кто составлял на тот момент смету техзаданий, и подрядчики, которому изначально, даже не вооруженным сгладом, не профессионалы, говорили о том, что дорога не простоит. И не надо быть вангой, она не простояла. Вот сейчас на Тарнавской я, как бы, ну, вот тоже, да, вижу, что очень много достаточно участков, которые отремонтированы. Это трещины, это, соответственно, какие-то провалы были. Но не знаю, можно ли назвать это качественным ремонтом, если дорога не стоит 4 года все равно. Я за эталон всегда беру вот набережную Леонова. Ну, если мы говорим на межле Леонова, конечно, те подрядчики, которые у нас есть, до тех подрядчиков, это мое личное мнение, далеко еще. Во-первых, там и применялся другое качество асфальта. Я однозначно не защищаю ни одного подрядчика-то, но в любом случае, каждая дорога, как новый автомобиль требует, наверное, это техническое содержание и технический обслуживание, в том числе и ремонт дорог. Вот сейчас мы находимся на улице 13, но давайте снимем полностью дорогу. Я, как бы, немножко не согласен. Поэтому мы подошли к этому вопросу объективно, посмотрев, где можно, где нужно. Нужно Комарову, можно, в том числе 13. В самом иске были дороги, которые указаны, кроме Комарова, требования тоже полностью переделать, а потом раз, администрация отказалась. Я говорю, мы подошли к этому вопросу объективно. То есть гарантия есть, но насколько муниципалитет ей пользуется, мы гарантии всегда пользуемся. 5 лет гарантии, это однозначно, организация выполняет здесь. Лучше не стал, Павел Степанович. Сейчас дороги тоже выполнял организация ООПИК. Данная работа выполнена в 2018 году, но, как мы видим, тоже имеет место быть ямочный ремонт. Сейчас какой-то, 22-й год, 18-й, 4-й год службы. Но в этом участке, не будем скрывать, у нас уже после первого года эксплуатации, весенний период образовался, где машина едет, яма. Там пришлось, по-моему, метров 15 снимать полностью и укладывать в программу. Ямочный ремонт сейчас только? Да, да, данная работа, которая... Бюджетные деньги, а бюджетные? Нет, нет, здесь бюджетных денег нет. Организация выполняет за счет своих средств. В администрации без деньги не вкладывают. У них гарантийные обязательства, и в течение 5 лет они должны содержать данную дорогу. Наверное, все-таки будем рассматривать, если в последующем будет разрушаться более, как бы... В последующем, через год уже гарантийные эти западщики обязательства? В 17-20-м году, да. На каждую дорогу будет разрушаться? Да, на каждый год разрушается. Первый же год здесь образовались ямы и дыры. Мы на машине ездили, здесь тоже самое было. Вот улица, которой больше всего было нареканий. Видно, что 5 лет нет. Здесь одни заплатки. Все автолюбители помнят прекрасно, что она развалилась практически в первый год. Образовались лужи, провалы. Вот они, трещина на трещине идет. Здесь проблемный кусочек они заделали. Вот этот кусок оставили. Следующий, соответственно, зиму. Это будет точно такая же дыра. Эти вещи все вот. Все то же самое. Заплатка есть. Рядом дырка. То есть она ненормативна. Решили сюда асфальт не тратить. Вот дальше идет. Даже самая трещина. То есть мы просто по логике, я так понимаю, сколько бы денег мы не вкатывали сюда, в Балаково, мы не научимся делать дороги пока. У нас ситуация с ними не изменится. Потому что у нас выходят уже новые из строя, вновь построенные дороги. Вот она. Вот вся. И никакого толку в этом. Просто нет. Это Сизиф в трубу. Он, допустим, да, кусочек лежит. Они нормально, ну, посчитали ненормативным. Они это сделали, да. Рядом, вот она, вот дырка, да. Уже чуть меньше. Вот. Это следующая зима, гидроудар, цикл разморозки. Гарантия заканчивается. Виноватый Марсюм Канатовым сделает. Но я соглашусь с вашим мнением. Если имеет место бы, мы для этого сегодня собрались. Возможно. Вот мы сейчас пройдемся. Те акты, то, что увидим, акты напишем, предоставим на обсуждение специалистам, юристам, всем нашей комиссии. И будем по следующим принимать решение. Это премиуме решение подавать суд. Знаешь, мы будем подавать суд полностью с капитальным ремонтом. Павел Степанович, можно... Суд тоже не принимает решение. Наша воля каждый год менять, это желаю, как бы, хорошо. Но есть решение судов, которое говорит, нет. Даст, как бы, оставаться на том, чтобы сделали ремонт. Я не буду повторять. Павел Степанович, я все-таки логику свою скажу. Вот Роман Сергеевич правильно сказал, говорит, какой смысл, у нас цикл. Мы делаем новые дороги, там, партийная линия, Володин насыпал денег. А у нас новые, которые должны быть новыми, и держаться хотя бы еще два года после гарантии. Ну, просто хотя бы держаться. Они не держатся. Мы, получается, в связи в труд делаем, мы катаем, катаем эту вату вот по кругу. В итоге. Дорог у нас никогда не будет, следует логии. Люди это понимают. С другой стороны, у вас всего три подрядчика, да, там, ну, Дорстрой, Пик, многопрофильное строительство. Ну, не надо нам говорить о том, что это вот там все контракты. Да вы, ну, понятно, что вы собираетесь, вы обсуждаете, вы наверняка приглашаете людей. Не так у нас много здесь подрядчиков, которые, ну, по любви как-то надо решать, а не суд, там, бумажка, юриди. Потому что, когда контракты отдавать, это так, вы это заберите, то, сё, вот эти, это заберут. А когда решать проблему, у нас суд, бумажка, туда-сюда. И начинаем мы по годам уходить в эти судебные темы. Люди не понимают же этого. Реально не понимают. Телевизион. Были мы в прошлом году, сейчас вот сидели в автобусе. И одно и то же обсуждаем. Каждый год мы ездим на одно и то же место. Та-дам. Провалился. Кладки не подняли. Шахта провалилась, асфальт остался. Проблемное вот место было здесь. Вот сейчас покажу. Это прошлый год. Вот здесь. Были прям дыры. Вот их видно подделали. Саш, все провалились. Да, да, да. Вы были уже раньше здесь? Я здесь проезжал специально, смотрел. Вот самый плохой участок. Что касаемо туда, что касаемо теперь вот на телевизионную. Да, если медицинский, мы говорим там, хотя 18-й год, то это делалось у нас 20-м, по-моему, да? Вот, то есть по факту это вот год с гаком дороги. И она в таком же состоянии была и в прошлом году. Мы сюда приезжали. Ну, понятно, сейчас там вот эти лапки положили. Но давайте обратим внимание. Не знаю, как там телефон передает. Я сейчас тут движение. Пока не мешаю. Ну, посмотрите. Вот когда я говорил, что там у пика асфальт посредственной паршивости все с пеной у рта доказывали, нет, все нормально. Люки все провалились. Вон они, все утоплены. Это ненормативно. Машины, конечно, в любом случае здесь стойки все бьют. Это недопустимо просто вообще на новой дороге. А у нас от пика есть кто-нибудь? От пика, от пика кто есть? Антон Петрович. Антон Петрович. Ну, вот, по-моему, в прошлом году дебатировали мы с вами. Не, в 20-м. Помните? В 20-м году, да? Да. Два слоя же здесь было, правильно? Если не так. Ну, вот как прокомментируете вот этот участок? Что тут, какой дьявол его посетил? На данном участке, как вы видите, дефекты незначительные. Здесь просто больше мусора, его подмести надо. Поэтому внешний лист. Ну, вот смотрите. Вот ладочку положили, вот там она же уже провалилась, даже сама. Люки, почему колодцы ушли, асфальт остался на месте? То есть колодцы все утопились? Колодцы проваливаются из-за того, что у них разрушаются бетонные крышки. В смысле крышки? Ну, а они у вас не были в контракте? У вас подъем? Подъем колодца за счет кирпичной кладки. Просто на кирпичах? Да, просто на кирпичах. А под кирпичной кладкой находится бетонная крышка, которая зачастую просто так разрушается. Колодцы за счет этого проваливаются. это уже как бы не наша вина а что касается асфальта да ну есть незначительные дефекты и на устранение этих дефектов ушло 5 тонн асфальта на все про все но он стоим он вот вот это же сами понимаете как и дорожный строитель вы вот это будет следующей зимой дырень значит следующей зимой также по гарантии но это нормально для новой дороги который год ну чуть с гаком чуть-чуть да есть незначительные дефекты я согласен который мы устраняем словно значительно коренной в свой дороге не может быть она идеальна любой организации набережной леону еще раз ну извините меня в тот раз тогда возможности были побольше чем у нас сейчас вы лучше делать асфальт вот уже со временем я так думаю что если вы следите за нашей работой то наблюдать ну я прошлом году у меня нареканий на пешеходной дорожке не было но это пешеход потому что набираемся опыта совершенствуем оборудование обучаем персонал соответственно есть только анекдот такой знаете говорит у нас за нас счет получается набирает все позиция понятно пошли делать пойдемте немножко ну вот репли подписчики по простому скажу вот она незначительное все нет ни одного говорит нет ни одной идеальной дороги незначительно даже ладка провалилась он трещина идет нет это недопустимо и вот он тоже жалуется что тех заданий там на кирпичах на поднять люк ну хорошо очок где вы претензионную работу не работаете перед тем как взяться укладку асфальт сказать это так не работает это не нормативно конечно кирпичики ложить пока все у контрапупеля вернемся все-таки двухслойной дороге ну вот они ведь вот мы уже отошли от перекрестка а лапки продолжается должно ли быть вот тоже кавер на видите должно быть на новой дороге такое год год я напомню чуть больше что-то не о сомнении грызу что так должно быть сейчас он еще трещину вам покажу два слоя асфальта вот простите такой как бы вариант сумбурный будет вот что вижу говорю да видит это все это все жители видят все автолюбители видят просто не у каждого из площадки где все это высказать просто взять там может и с матом даже чтобы по понять не был не должна годичная дорога быть в таких ущербностях я еще раз говорю вот сделана дорога на совесть набережной леонова она и стоит уже с 13 года и вот как эталон для строителей она и должна быть это не вниз не вас контракт но я и говорю что она отваливается не так по максимуму детонируем у нас даже столько не положим по смешным местам даже не фундамент под бордюры готовить и так небольших при расходах обратно засыпка чернозема пол степанович а чё не засыпает ну вот здесь вот подрядчик говорит что это не его работа правильно или нет ну вот землю сюда наверно если планах не было предусмотрено ли у него работа будем приводить чернозем это работа была сделана прошлом году естественно вы прекрасно понимаете насколько земли привезли на поле не 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 давайте это поле все и мы сейчас не о поле говорят вы конечно критически комит вопрос не задавайте а кому технические возможности есть любезти то что сколько мы можем ввести большой объем было сделано и однозначно что то мы не можем возможно в этом году запланировать пол степан мы как в меме в ю тубе если мы знали но мы не знаем но это да я не спорю но вы когда планируете тех заданий что подрядчик это не засыпает тогда ему вменять этих заданий получается вот это сейчас все разрушится из-за того что одни от земли любопытно обратите внимание на полметра подняться дорога но здесь на полметра поднялись здесь было нужно и подрядчик привез еще сколько щепни сколько-то материал для того что поднять мы не говорим подрядчик молодец хорошо или плохо я так думаю что предоступление горячих благоприятных температур на которых это в течение еще раз проедем за актерами я думаю найдем понимание все это зацепим а здесь все это исправим в общем-то потому что в прошлом году он просто не успел один слой да сколько 5 5 сантиметров то есть фрезерование было и один слой 5 но она держится держится да и у нас еще здесь ничего не бордюрного камня замены ничего не был просто положили это грубо говоря вариант комаровый вот такой же я понял неплохое сравнение на плане все улицу знают да нет нет я по ней езжу как бы я по ней езжу вижу но плодика такая же смотреть то есть получается здесь фрезерование здесь помните что было тоже яма на яме и она постоянно в воде стоит вопрос такой что эта дорога три года уже стоит и здесь тоже один слой 5 сантиметров вот и качество разных производителей кмарова развалился а подрядчик кто был у т плюс пик да или нет но это гарантийка уже т плюс сам решает да это их дело а у них вот владимир николаевич есть какая-то у т плюс вот допустим но вы же 0 никак контактируйте ордера же вы даете да но у них есть своя какая-то бригада который выезжает смотрит там по их договору плохо сделаны и как часто нет то есть вы выехали заметили им сказали они подрядчик предъявляют и переделывают дойдем суд а в через суд через то есть грубо говоря по любви не получается нету до любви у вас никакой сначала положили потом ну потому что основание там битым строительник она плавал ремонтировал за свой счет переделали хотя бы не должны здесь тоже 5 сантиметров ну так ровно все какие нарушения нету не должна быть у вас владима николаевич какие нарекания здесь есть какие-то у меня нарекания нет я хочу в общем то чтобы у нас было понимание понимаете мы каждый год говорим олада тоже нас на сегодняшний день есть два подрядчика почему мы в адор строй дорострой дорострой он никогда не участвует он выполняет у них мелкая ремонта и вещь как основная работа у нас пика многопрофильное строительство в общем-то мы просто сейчас проезжаем и чтобы каждый сделал свои выводы интервал 10 шагов трещина это две зимы и яма я вот камеры как бы не передает вот сейчас попробую вот эти микро выборами показать который я тогда я говорю пальцем выковырил вот еще одна трещина здесь вот вырубка была и рядом дырка вот короче но это можно безпрерывно идти вот так все это дело смотреть не удовлетворительного качества дорога вот еще одна трещина и вот эти шагрень вот она вот это который я говорю пальцем я вынимал когда еще на живом асфальте часто машины проедет вот во что они превращаются на мой взгляд вот как я остаюсь по своему мнению так и было вот я еще возле оранжа сейчас мы не дошли там у меня основные замечания были там просто асфальт рукой шелушился так я остаюсь по своему мнению нормально ничего не сделал да пока эта дорога держится два слоя здесь капитально все делалось ну не верю я что она будет стоять также пять лет 7 не будет призой призой а вот у меня тоже есть предложение мы же вот сколько денег прошло через отрасный налог на фига же денег было сделано мы же свою муниципальную технику не покупаем не вкладываем больше кать о том что за счет смысла при это снять призой слой а потом делать капитали без учетом этих работ вот подрядчик сейчас выиграет а работа уже снята половина хорошо участвую что капитально здесь лимон идет какие виды работ будут здесь подпосмотр снятия то есть мы сделали ямочный лимон который в итоге снимем я не в плане там может быть и дешевле что дешевле той надо делать я согласен просто дешевле постепан ну чё у без царя в голове ложили причем это муниципалитет важен комбинат ну а вот смысл я не понимаю смысл вот там дороги нет вот он сюда заехал сколько миллионов на эти заезды в прошлом году 10 12 замариновали вообще по городу вот таких пин дыши ком в никуда ведущих и плохо сделано можно на них был нормально дорогу сделать ваше предложение мне нравится надо делать качественно но делать 20 квадратных метров когда вот давайте наверное сделаем или поднимем фотографии прошлого года что было здесь и что стало то или мы пройдем сейчас вот по тому двору где у нас те же яма то я понимаю у нас денег нет сделать качественно это будет 5 квадратных метров я мышцам ремонта будет 20 квадратных метров как нам быть если у нас денег нет с логикой быть постой что вам здесь не нравится стоит дать я договорил я логин нравится все хорошо как временное решение нравится но вопрос не в этом а в том что давайте мыслить не один квадрат да допустим а то что вот там дороги нет вот здесь дальше во дворе дороги нет и туда дальше дороги нет и это что вы положили вот здесь этот грубо говоря на убитого человека подорожник но смысла тоже нет а при этом если суммарно посмотреть по городу размотали вот на такие заезды на миллионов 15 если мне память не изменяет а 15 миллионов это небольшая какая-то дорога хорошо смотрите можно на 15 миллионов взять эту улицу вот ее всю рабочую сделать можно было вот давайте так можно вот сделать вот что такое 15 миллионов от сельхозтехники до коммунической это примерно до полтора километра до можно за 15 уложить качественно и нормально никаких вопросов не возникнет но тем самым у нас три миллиона восемьсот квадратных метров остается ямочном ремонта в который можно уложить более-менее есть давайте мы это делать ничего не будем будем делать именно качественно но ямочном ремонту до 5 никого не в ту сторону вот 15 миллионов это все рабочие согласно она узкая люди бы мне кажется согласились сделать и рабочая здесь вот они не из машин паркуют они ездят как паркуют ямочном ремонту делать не будем ямочном ремонте ну давайте не будем ямочном ремонте делать ремонт не понимание между подрядчиком и администрации все-таки гарантийные обязательства мы говорим про пять лет да но если компания выполняющий капитальный ремонт она начинает уже понятно не за бюджетные деньги а делать ямочный ремонт в первый год после того как была сделана дорога новая дорога наверное это не совсем правильный подход понятно есть там случае когда вот пример опять же тоже комаров то есть первый год прошел это пример улице медицинским проездом это на моем округе то есть было четыре года назад сделан дорог капитальный ремонт на следующий день уже начался ямочный ремонт понятно мы тут деньги бюджета не тратим за счет подрядчиков первый год слушайте ребят ну наверное это даже не гарантийные обязательства правила игры должны быть понятны для всех если подрядчик заходит и делает капитально дорогу то ну минимум два-три года если возникает проблема с ямочным ремонтом то надо полностью переделывать эту дорогу понятно там по стечению там 3 4 5 год ямочный ремонт я считаю что в принципе допустим да ну время идет но в первые года это неправильно идет второй момент тоже хотел бы обратить внимание что все-таки поддержка наших нашей организации я в 2020 году тоже мы с коллегами мы ездили такой же рейд говорил об этом то что все таки надо поддерживать муниципальную компанию нашу развивать ее понятно это перспектива не сегодняшнего не завтрашнего дня но в этом направлении необходимо работать и материальную базу в виде техники спецтехники и надо немножко наверно все таки докупать чтобы в итоге придти к тому чтобы наша муниципальная организация была конкурентная с частными компаниями которые занимаются ремонтом дорог мы в любом случае к этому придем я так надеюсь ну как бы в этом направлении необходимо все-таки двигаться начать ну и третий момент это касаемо ямочного ремонта тоже хотел бы на это обратить внимание к сожалению сейчас стоим на улице рабочие как пример да ну когда ямочный ремонт по объему на одной улице превышает так называемого живого асфальта наверное есть смысл рассмотреть задуматься администрации о том что там отрезеровать какие-то другие найти моменты которые позволят сэкономить если мы говорим там про перспективные дороги которые мы точно знаем в этом году будут делаться тоже наверное смысла нету закапывать бюджетные деньги в ямочный ремонт опять же воспользоваться фрезерованием я думаю что это будет дешевле я думаю что на это на это тоже администрация обратить внимание что касается в целом нашего рейда тоже с коллегами вся информация которая была направлена депутатом через помощников через своих с фотографиями информацию которую мы собрали сегодня увидев какие-то проехав лично какие-то дороги она вся будет направлена саккумулирована направлено в администрацию ну и соответственно если там как бы параллельно я думаю что здесь может быть надзор на органы тоже необходимо будет привлечь